МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Во Дворце культуры города Видное прошло ежемесячное оперативное совещание. Состоялись ряд встреч депутатов на территории. Вырастаем уже, подпеваем итоги полугодия. Специальная комиссия провела рейд на платформе Калинина. В этом году у нас в районе данной станции уже произошло три смертельных случая. Видновский перинатальный центр присоединился к неделе грудного вскармливания. Я мечтала именно кормить грудью принципиально, сделать для этого все. Во Дворце культуры города Видное прошло ежемесячное оперативное совещание главы Ленинского городского округа Алексея Спасского. На встрече присутствовали начальники управлений, организации территориальных отделов, предприятий и служб муниципалитета, которые выступили с докладами о проделанной работе. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Одной из первых тем, поднятых на совещание, стала медицина. В своем докладе Елена Зинатулин рассказала об организации профилактического обследования населения. Диспансеризацию в муниципалитете прошли 23 тысячи человек. Также заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы отметила, что за последнее время в округе зарегистрирован рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией. В зарегистрированных случаях 288 человек, на 130 больше, чем в предыдущей неделе. На амбулаторном этапе у нас сегодня лечится 158 человек. Методом пациент диагностики мы обследовали за неделю 878 человек. В стационаре на утро состоит 358 человек, работает в плановом режиме. Об оперативной обстановке в округе отчитали сотрудники единой диспетчерской службы и МЧС. За прошедшую неделю произошло три пожара, это горение мусора, незначительное. Всего 225 пожаров, два погибших в этом году и 9 травмированных. На текущей неделе продолжим работу в детских оздоровительных лагерях, третьей смены с детьми по профилактике. Продолжается работа межведомственной комиссии по оценке готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Из 27 муниципальных учреждений на сегодняшний момент принято 23. Остальные будут приняты. 12 августа. У нас закончилась вторая смена. С сегодняшнего дня стартовала третья смена лагерей с дневным пребыванием. Они открыты в шести дошкольных учреждениях с общим охватом детей 200 человек. Председатель Совета депутатов Станислав Радченко рассказал о работе депутатского корпуса на прошедшей неделе и напомнил, что 3 августа состоится юбилейное 50-е собрание Совета депутатов, на котором будет рассмотрен ряд важных вопросов. Состоялись ряд встреч депутатов на территории. Верстаем уже, отпеваем итоги полугодия. На минувшей неделе также у нас по поручению главы округа Алексея Петровича Спаска у нас был отправлен, организован пятый уже гуманитарный так называемый конвой в общий центр Домодедово. Занимались сборой помощи и с полком, и депутатский корпус всех сопричастных. Хотел поблагодарить. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский обратил особое внимание на подготовку к открытию в муниципалитете новых дошкольных учреждений. Три детских сада, одну получается фактически школу небольшую, которая первого сентября откроем. Это тысяча практически мест в детских садах, что для нас, ну я не знаю, в топ-3 точно проблем входит. Поэтому всем по возможности оказывать максимальное содействие для решения этого вопроса. В ходе совещания также были заслушаны доклады о работе управляющих компаний, коммунальных служб и предприятий округа. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Уже пятая колонна гуманитарного груза отправляется в Донецкую и Луганскую народные республики. Волонтеры штаба «Единой России» отгрузили еще тонну продуктов первой необходимости, что собрали представители депутатского корпуса, предприниматели и жители Ленинского городского округа. Подробности в нашем сюжете. Для жителей Донбасса собрали 250 коробок с гуманитарной помощью. А это значит, что примерно столько же семей будут обеспечены едой на несколько дней. В наборах только самое необходимое – крупы, сладости, тушенка, чай. Мы изначально в связи с событиями, сегодня происходящими, ставили задачу, чтобы весь совет депутатов участвовал, максимально привлекал и организаций, и жителей неравнодушных к сбору помощи. И вот сегодня в очередной раз мы собрали достаточное количество, в пятый раз отправляем, ставили себе такую задачу, и задача будет выполнена, несмотря на погодные в том числе условия. Добровольцы активно работали в проливной дождик. Каждый понимал всю важность своей миссии. Чем быстрее груз будет доставлен в распределительный центр, тем скорее его получат жители Донбасса. Мы рады всем, кто принимает в этом также активную участие. Будем благодарны, если к нам присоединятся и другие, и не безразличны, жители, предприниматели. Ну, потому что это беда людей, которые мы не можем остаться в стороне, поэтому мы должны помочь. Очередная партия груза, которая так необходим в Луганской и Донецкой народных республиках, отправлена. Это удалось благодаря общим усилиям депутатов, предпринимателей, жителей и волонтеров. Мы помогаем, ну, допустим, относить все это, загружать, отправлять на какие-то другие места. Ну, мы занимаемся этим уже около шести месяцев. Всего местным отделением партии «Единая Россия» было собрано и направлено в распределительный центр более семи тонн гуманитарного груза. Галина Житкова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видный ТВ. Специальная комиссия провела рейд на платформе Калинина. Причиной стал очередной несчастный случай, когда под колесами поезда погиб мужчина. В комиссию вошли представители администрации Ленинского округа, РЖД, линейной полиции и надзорных органов. Их сопровождала и наша съемочная группа. Не случайно представители правоохранительных и надзорных органов провели рейд на платформе Калинина. Именно в районе этой станции активно пополняется печальная статистика тех, кто погиб на железнодорожных путях. В этом году у нас в районе данной станции уже произошло три смертельных случая. Один на пешеходном переходе, сбили несовершеннолетнего гражданина. Второй между платформами и третий на удалении от этой станции в районе деревни Петрушина. Всего же с начала года в Ленинском округе зарегистрировано пять таких случаев. Главной причиной специалисты называют пренебрежение правилами перехода железнодорожных путей. Частенько люди пользуются так называемыми народными тропами. Одна из таких народных троп находится вот здесь, рядом с предупреждающим плакатом, который, собственно, и повесили для того, чтобы люди задумались. Но они проходят здесь, спрыгивают вниз и переходят железнодорожные пути. Некоторые нарушения происходили прямо на глазах у членов комиссии, но не всегда имеется возможность их предотвратить. Впрочем, некоторых граждан все же удалось направить в буквальном смысле на путь истинный. Там нельзя ходить. Я вот сейчас спушусь и доставлю у вас дежурную часть. Я вам серьезно говорю. Обратно разворачиваюсь и уходим. За время нашей съемки масса граждан переходила пути в каком угодном месте, но только не по пешеходному переходу. Один даже цветы вдоль дороги собирал. Вот еще один пример народной тропы. Какой-то, в кавычках, добрый человек не поленился, отодрал железный лист, чтобы люди могли сэкономить порядка 30 секунд, потому что до оборудованного перехода здесь буквально 20 метров. Представители администрации Ленинского округа, РЖД, линейной полиции, надзорных органов отметили потенциально опасные места. Еще одной причиной массовых нарушений является, по сути, символическая сумма штрафа. Доставляется в дежурную часть, составляется на них протокол по статье 11.1, часть 5. Размер штрафа 100 рублей. Ответственные лица активно борются с народными тропами, но, как показывает практика, все их усилия разбиваются о несознательность самих граждан. Будьте внимательны и переходите железнодорожные пути только в оборудованных для этого местах. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. С 1 по 7 августа в более чем 180 странах мира пройдет неделя грудного вскармливания. Праздник был учрежден в 1991 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Присоединился к ней и Видновский перинатальный центр. В 2007 году Видновскому перинатальному центру присвоили международный статус больницы доброжелательная к ребенку. Что неудивительно, здесь все новорожденные дети получают грудное молоко еще в первые минуты своей жизни. Даже если ребенок килограммовый, 500-граммовый, он уже с родзала, с операционной получает за щечку капельки молозил мамы для того, чтобы запустить все процессы, которые у него должны включиться после рождения. Грудное молоко – это живая ткань. Это генетически детерминированное вещество, которое кодирует ребенка, дает ему стволовые клетки для его дальнейшего развития, как кишечника, мозга, сердца и всех остальных органов. Мамам здесь помогают наладить питание младенцев не только медики Видновского перинатального центра, но и волонтеры и консультанты по грудному вскармливанию. На каждом этаже на акушерском посту лежит тетрадка для заявок, где женщины могут оставлять заявки, если они нуждаются в помощи по грудному вскармливанию. И наша служба в штате 11 волонтеров, и мы стараемся как можно чаще посещать роддом. Оказывается, существует более 15 способов кормления ребенка грудью, и все желательно использовать, чередуя между собой. Также консультанты рассказывают, что делать при возникновении проблем и для предотвращения лактостаза. Пальчики складываете вот таким образом и располагаете их по границе с орелой. Делаете небольшое вдавливающее движение и задерживаете свои пальцы на несколько секунд. У виновчанки Юлии Кукушкиной три дня назад родился долгожданный первенец. Мальчика назвали Матвей. Наладить грудное вскармливание удалось быстро. Я мечтала именно кормить грудью принципиально, сделать для этого все, потому что это очень важно для ребенка в первую очередь, для его иммунитета, для его здоровья. Для моего здоровья, опять же, немаловажно. А вот, и как бы я довольна. Мне сказали, что прикладывать нужно часто, особенно первое время, а потом уже он сам будет просить. На случай, если кормление по медицинским показаниям приходится на время прервать, в Виновском перинатальном центре создан банк грудного молока. Чтобы потом пролонгировать грудное вскармливание, сохранить лактацию, мамы сцеживаются в условиях банка грудного молока и все молоко, которое они сцеживают, оно замораживается. И потом это молоко можно использовать для кормления ребенка уже в последующем. Грудное вскармливание необходимо не только ребенку, но и самим мамам. Оно способствует возникновению тесной эмоциональной связи с ребенком, положительно сказывается на здоровье. Длительное грудное вскармливание, оно профилактирует заболевания молочной железы, такие как мастопатия, новообразование, и профилактирует заболевания половых органов. С 1 по 7 августа в более чем 180 странах мира пройдет неделя грудного вскармливания. В эти дни в роддомах и лечебных учреждениях организуют многочисленные мастер-классы и лекции для мам и пап, посвященные популяризации и кормления грудью. Присоединился к ней и в Виннусске перинатальный центр. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова